Перевернувшая игру. На самом деле научные исследования показывают, что чем больше мяса есть мужчина, тем быстрее он теряет свои мужские качества. Они берут трех мужиков, кормят их бобовым буррито и смотрят, у кого больше вырос пенис. Одно кольцо надевается на основании пениса, а другое на кончик, сразу за головкой. Прибор знает, как сильно зажимать, чтобы понять, когда начинается эрекция, потому что зажимая, он знает. О, размер увеличился, значит что-то происходит. Мы собираемся определить влияние еды на эрекцию. Вы будете есть два разных сорта еды. Ешьте бобы, они увеличивают пенис в три раза. Это сказали создатели фильма. Эрекция не такая сильная, как на втором круге для веганской еды. Посмотрим теперь на второй лист. Увеличение в 8%. Это не размер твоего пениса. Я труп еле жив. Это не размер твоего пениса, это количество минут в течение ночи, когда у тебя были эрекции. Ого! Как и у Мэйсона, эрекции были сильнее после растительной еды, нежели после мясной еды. Хорошо, а теперь как часто они у тебя были? Нифига себе! Они берут абсолютные относительные цифры, а далее уже берется общий расчет, то есть вот этот процент относительно стандартного состояния, и они выдают такие колоссальные цифры. Это опять же игра с абсолютными относительными значениями. Разница почти в 500%. Черт, этот дурдом! Факторы, которые влияют на эрекцию ночью, масса. У тебя увеличение силы эрекции было примерно на 13%. Это сон, мышечная усталость, стресс, тренировка, гидротация, употребление табака, алкоголя, всего остального, что они там могут употреблять. История болезни, ясность ума, эмоциональное состояние и все-все-все, заканчивая количеством выпитой воды. Когда мочевой пузырь становится полным, возникает ночная эрекция. Тут нет психологического фактора, или есть, или нет. Это физиологически, как утренняя эрекция, то же самое. Утренняя, это то же самое, как и ночная. Так что вода увеличивает количество вашей эрекции и размер пениса. Будьте осторожны с переходом на растительную пищу. В детстве, когда я видел большого чувака в ресторане, который поедал большой стейк, я думал, мне надо стать таким же. А затем я вижу, как парень заказывает салат. Я так, у него мягкий? Ну, да. Что этот парень делает? Точно мягкий. Ну, да. К концу вечера я думаю, что мягкий у того, кто ест стейк, а у другого твёрдый. Потому что неожиданно начнёте думать о твёрдости пениса тех, кто ест стейк. Это не научно подтверждённый эксперимент, но результаты очень интересные. Думаю, что задумываются люди с пенисами и те, кто любят людей, у которых пенисы. Друзья, всем привет. На связи Борис. Вы находитесь на втором канале, который называется «Научный подход». Здесь мы собираем выдержки по самым главным темам из основных видео. Если хотите найти основное видео, переходите по ссылке в описании. Там есть основное видео. И ссылочки на источники есть также в описании под основным видео. На втором канале мы публикуем бэкстейджи. Здесь также публикуются мои различные эфиры, прямые трансляции, телепередачи, интервью. Здесь также есть материалы, которые не входят в основные ролики для более подробного и глубокого изучения. Также мы с командой активно трудимся над переводами интересных видео, научной тематики и не только. Так что подписывайтесь, не забудьте нажать на колокольчик и оставляйте комментарии. Это помогает развиваться каналу. И кстати, если вы подписаны на второй канал, то для вас есть промокод на скидку на нашу продукцию, которую мы выпускаем. И специально для вас, как для самых любознательных зрителей, промокод дает чуть больший процент, чем с основного канала. Также рекомендую подписаться на все наши соцсети и ресурсы, и вы можете получать контент в удобном для вас формате. Все ссылочки также есть в описании к видео. Спасибо, друзья, и до скорых встреч!